здравствуйте уважаемые зрители хочу предложить вашему вниманию вот такую оску которая очень уловистая по любой белой рыбе частности очень хорошо работает по головлю величина ее может быть как вот такая большая так и вот такие поменьше которые которые могут с успехом ловить уклейку густеру и другую белую рыбу как я уже упоминал поэтому вот заметно достаточно насколько одна больше другой давайте приступим крючок я использую четверку шестерку с таким своеобразным изгибом но в идеале подходит тимка 200р тмс 200р у нее уже достаточный есть изгиб подготовим глазки для нашей воски для этого я взял лески кусочек и начинаю оплавлять ее с двух сторон вот у нас сформированы два шарика с лески пока они пусть остывают мы будем вязать нашу мушку приступили нет закрепляем и доводим ее практически за загиб так как здесь у нас будет формироваться наше основное тело начало вернее тело мы будем изготавливать из можно как использовать пенку разных цветов использовать пряжу полипропиленовую использовать любое волокно плавающие но так как я из пена с пенки буду делать тело я буду методом плетения это несколько дольше но значительно красивее я подготовил для себя вот по толщине две акриловые нити одну желтую одну черную которая будет у нас формировать тело и и и закрепляю здесь у нас возле изгиба закрепили сильно не проматываем для большей эффектности я беру кусочек голографического люрекса и креплю его здесь же хорошо проматываем по телу теперь у меня остаются вот такие вот обрезки пенки я их не выбрасываю я потом в дальнейшем использую их для разных элементов наклоняем крючок вам будет немножечко видно неудобно наклоняем крючок примеряем по бокам сколько мне необходимо прихватить пенки с одной стороны и с другой стороны подхватили для большего удобства работы мы немножечко проклеим наши нашу пенку промазали и хорошо место крепления чтобы наше тело не прокручивалась при дальнейшем плетении промотали закрепили и нашу нить не сильно прихватывая нашить пенку уводим до места где у нас будет крепится крепится крылышки слегка формируем нитью тела остатки здесь подрезаем потому что у вас и не зря говорят осиная талия поэтому нам надо для талии здесь оставлять место остаточки тоже здесь обрезали пока клей наш подсыхает мы аккуратненько ножничками сформируем наше тело чтобы она у нас было более симпатичное при плетении мы его сделали теперь для плетения я убираю отсюда нить делаю узел и начинаю делать плетение для того чтобы мушка наша была крепче хоть ее используют будет а лавль не сильно зубастый но достаточно хороший у нас хищник я беру промазываю не сильно саму пенку которую мы только что приклеили в некоторых местах промазали промазали и приступаем к плетению в чем у нас заключается основное плетение выравниваем нитку так чтобы она не было у нас прокручиваем черную белую возле начало тела мы делаем пропускаем черную нитку под низ пропустили и желтой ниткой делаем два три четыре оборота сколько нам необходимо для того чтобы создать здесь начало нашего тела есть теперь переводим черную нить в такое положение желтую подхватываем и черной нитью начинаем прокручивать как и желтой проматывать как и желтой нитью следим за тем чтобы была натяжка хол нас хорошие и в то же время виточки наши не пересекались сделали сколько нам необходимо опять убрали черную под низ придержали берем нашу желтую нить и в то же время мы когда обматываем мы натяжением нашей обмотки формируем тело по пенке сделали опять берем перекручиваем черную и желтую выводим в работу черную нить немножечко надо потренироваться но если вы освоите этот метод то довольно таки успешно можно изготавливать очень много мушек и стримеров которые очень уловистый только лишь из-за своей вот такой вот расцветочки осиной как я ее называю опять перевели и продолжаем дальше вязать удерживаем обязательно черную нить для удобства можете повернуть к себе тиски это я для видео разверну к вам чтобы была видна хотя бы одна какая-то плоскость если недостаточно можно два три четыре раза сколько вам необходимости толщина позволяет сколько необходимо столько раз вы проматываете вот по нашему телу шмель какая выйдет имитация такую вы и делаете сделали опять меняем 1 1 4 7 9 12 13 Продолжение следует... Продолжение следует... Не отпуская нить, довязали до нашего места крепления и берем нить, которую мы будем в дальнейшем вязать. Я, допустим, буду использовать, не имеет значения, коричневая, зеленая, но определенной толщины нить. Закрепили. Закрепили наши ниточки еще раз. Лишнее отрезали. Теперь можно немножечко подровнять нашу лосочку. Вот, как вы видите, у нас вышло красивое вот такое сегментированное тело. Теперь для... Если у вас нет, можете дальше не украшать люрексом. Достаточно этой красоты. Но я по черным нашим полоскам, которые мы провели, я буду проматывать вот таким нашим блестящим люрексом, который даст дополнительно эффект привлекательности. Прихватили. И дальше начинаем вязать. Формируем грудку и сперва павлина. Чтобы потом закрепить крылышки. Закрепили перышко. Значит, у меня, как я говорил, я не выбрасываю остатки перьев, которые, кончики у меня остаются от других перьев. Из них я уже подобрал себе для крылышек два пера, перышко. Примеряем сейчас их по величине. Как раз очень подходят вот такие. Цвет по практике применения этой мушки, скажу вам сразу, не имеет вообще никакого значения. Я ставил и красные, и зеленые крылышки. Она была уловистая практически в любом цвете. Важен эффект, чтобы была раскраска желто-коричневого. И тогда у нас не возникает вопросов. Посмотрели, как они у нас примотаны? Если, допустим, у нас возникает вопрос. Нам надо подтянуть. Взяли пинцет, им немножко подтянем держатель пера и немножечко подровняли. Проверили. Есть. Вот у нас получились вот такие крылышки. Для дальнейшего я в этом месте наношу капельку клея елевого. И проматываю ниткой пару раз. Проматываю. Остатки отрезали. В качестве ножек я использую обыкновенную резинку. Привязываем с одной и с другой стороны по парочке. Подровняли. Обрезали. Теперь для дальнейшего вязания мушки нам понадобится еще перышко павлина, чтобы мы могли до конца хорошо сформировать нашу грудку. Я возьму парочку перьев, потому что грудка у нас должна быть пышная. Пышная. Нить переводим там, где будут крепиться наши глазки. Лапки наши как раз еще хорошо выровнялись. Берем наши глазки, которые уже остыли. Вот они у нас есть. Слегка черным фломастером я наношу пару точек. Можно делать другим цветом. Есть уже готовые глазки, но так как у меня правило изготавливать мушки из подручных средств я всегда использую леску. Закрепили в одной плоскости, подвинули. И глазки можно развернуть. Вот как видно, развернули. И восьмерочкой крест-накрест крепим наши глазки. Вот как видно глазки мы наживили, но еще до конца их не закрепили. Подтянули крест-накрест. Стараемся так, чтобы они у нас не съехали ни влево, ни вправо. Оставляем нить здесь. Берем немножечко нашего клея, елевого. И наносим на место крепления грудки, лапок и наших глазик. И теперь окончательно начинаем обматывать пером нашу грудку. Можно использовать голографический даббинг, который имеет цвет под перо павлина. Также будут у вас эффектно смотреться. Для большего эффекта можно промотать еще между крылышками, лапками, чтобы была хорошая, пышная у нас грудка. Вот такая. Доходим до наших глазок и здесь подхватываем ниткой наше перо. Остатки обрезали и остается самая такая культурная ювелирная работа. Подровняли наши лапки в районе глазок и крылышек. И в районе колечка делаем завершающий узел. Берем черный фломастер и наши глазочки окончательно подводим в черный цвет. Место, где у нас они клеились. Подровняем крылышки. Подрезали лапки по длине. Передние, задние. Наша вот такая оска готова к рыбалке. Как видите, немножечко трудоемкая, но если будет у вас отточена, техника изготавливается достаточно быстро. Все. Благодарю за внимание.